Динамо Москва Динамо Москва Динамо Москва Динамо Москва Динамо Москва Класс нашей команды таков, что, к сожалению, мы слишком много проигрываем в этом сезоне. И не только Каннам и Марице, но и были поражения в чемпионате России. Совсем недавно уступили предпоследнем туре предварительного этапа чемпионата России гостя в Краснодаре, краснодарскому Динамо. И, конечно, это было совсем недавно. И вроде бы наши старались и делали, что могли. Статистика, в принципе, на равных. Но хочу отметить, что краснодарская команда реально переиграла нашу команду. И чтобы такого больше не случалось, нужно, конечно, разбираться в тонкостях, нюансах игры самим нашим волейболисткам. И, конечно, вспомнить о том, что защищают они цвета московского клуба Динамо и физкультурно-спортивного общества, которое насчитывает более 90 лет. И огромная история. И вообще, на самом деле, мы единственная российская команда, которая останется в Лиге чемпионов благодаря сегодняшней, если она произойдет победе. Об этом большом нужно помнить сегодня и выступать на высочайшем уровне. Тренер прокомментировал предыдущее поражение, действительно досадное, в проблеме с доигровкой. Ты согласна, что это главная проблема, которую сегодня нам предстоит решить? Ну, не было реализации. И доигровка имеется в виду контратака. Ну, потому что болельщики могут подумать, что проблемы были у доигровщиц. Ну, это амплуа. Но контратаки завершают не только доигровщицы, естественно, и не только с левого края сетки. Нужна была реализация. То есть это именно реализация атак после защиты. И контратака именно на своей подаче, она реализует возможности отрыва от соперника в очковом плане. Вот это, конечно, важно. За счет этого, естественно, выигрываются матчи. Ну, и нужно обязательно снизить количество ошибок на подаче и усилить ее, чтобы она сбивала темпы игры наших соперниц. Лена, спасибо тебе огромное. Да, я надеюсь, что и атака, и контратака сегодня нашей команде будет удаваться. И мы идем болеть за «Динамо-Москва» и хотим очень увидеть ее в плей-офф Европейской лиги чемпионов. В начале партии между командами завязывается равная борьба. Карлини и Синьериле отличаются скидками, атакующие на своих позициях результативны по шести. Далее на подаче «Карлини» динамовки рвутся вперед. Дубль от Гончаровой дважды блокирует соперниц. Фетисова обманные, ошибка Диук. И счет уже 12-6. Однако блоком на столичного капитана Канна перехватывают инициативу. И на подачу «Канео» резво догоняют хозяек. Майер, точна в центре, мощно атакуют Кадола и Тодорова, блокируют Кроткову. По 12-ти. Середина партии развивается по такому же сценарию. Стоит россиянкам чуть оторваться, француженки начинают цепко бросаться вдогонку. Развязка сета изрядно взволновала болельщиков. На табло все время восстанавливается паритет. В концовке себя проявляет «Канео». Несколько точных атак. Но вовремя Фетисова ставит блок на колумбийскую доигровщицу 22-21. Затем Щербань подает «Эйс», блок на Кадолу 24-21. Подача в аут 24-22. Однако не дрогнула Наталья Гончарова 25-22 и 1-0. Взято очень важное первое очко. Окрыленные таким стартом, динамовки вдохновенно начинают вторую партию. Дважды подает «Эйс» Щербань, кроткого точна, дубль Гончаровой, блок на Кадолу. И на табло отрыв 5 очков, 8-3. При всех стараниях Кадолы и Тодоровой в середине партии, «Каннам» никак не удается догнать хозяек. Не на шутку разыгралась Гончарова. Дважды эффектный пайп, атака из второй, обманный удар, 17-11. Рикардо Маркизи делает двойную замену. Вместо Синьерили выходит Эванс, а на позицию Диок – Кастильо Витал, который тут же отличается дублем – 17-13. Однако француженки продолжают допускать ошибки. И при счете 21-15 тренер делает обратную двойную замену. Наладить хороший прием и атаку гостям в концовке так и не удается. В то время как Щербань подает Эйс и трижды точна Гончарова – 25-20 и 2-0. Третья партия начинается по сценарию первой. Никто не хочет уступать. У «Динамо» дважды отличается Щербань. Тем же ей отвечает Диок. Любушкина точна первым темпом и подает Эйс. Тодорова молниеносно атакует. И Кадола бьет в цель с задней линии – по восьми. В середине партии здорово «Динамовки» играют на блоке. Три заработанных очка. Фетисова стабильно забивает первым. Кроткова находит прорехи в защите француженок – 16-13. Далее столичной команде никак не удается блок на Канео. Три очка берет Колумбийка – 18-16. В нервном Эншпиле Канна подбираются максимально близко к хозяйкам. Однако волевые качества демонстрирует «Динамовский» капитан. Гончарова мощнейшими атаками зарабатывает 4 очка – 25-22 и 3-0. Россиянки добывают заветную победу в плей-офф. Атмосфера хорошая. У нас поменялся тренер. Мы, в принципе, его знаем. Жаль Кабулатович. Нам очень с ним нравится работать. Он, наверное, что-то новое принес команду, что-то свежее. Может быть, немножко взбодрил нас. До этого были, конечно, у нас не очень удачные игры в чемпионате России. Но мы пытаемся, стараемся. Сегодня действительно все собранные играли, хорошо. Где-то что-то не получалось. Но когда нужно было, все сыграли уверенно и так, как нужно было. Сегодня у нас и начала другая связующая играть. Наверное, в предыдущих играх что-то у нас не получалось именно со второй передачей. Потому что столько было доигровочных мячей, которые мы просто не можем добить, не можем забить. И это общий показатель такой, с которым мы должны выигрывать игру, но мы ее проиграем. Поэтому, ну, что-то изменилось, но в лучшую сторону могу сказать. Жаль Кабулатович доволен игрой своих подопечных и намечает перспективы работы на ближайшее будущее. Ну, ну, мне главное, что девушки стараются и на игре, и на тренировке. Это что бывают, какие элементы, которые мы сделаем, если все как надо, надеюсь, что на тренировку поправим. Ну, видно было и что Ха-Великона играла, конечно, ну, Худунова играла хорошо, особенно в приеме. Еще чуть-чуть, я еще недоволен с атаком, думаю, что можем более атаковать. А знаете как, когда тренер Динама, всегда давление есть. Я надеюсь никому что бы сказали, что Динамо хочет и какие задачи. Практически я перед собой поставил задачи и всегда давление есть. Это нормальный спорт, особенно в качественном спорте. Все на нем. Уже 22 февраля на домашней площадке Динамо будет принимать Менчанку в рамках российской суперлиги. Желаем удачи нашей команде. Анастасия Лупова, Станислав Лорионов, Динамо ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ТВ